всем привет не знаю какая то часть у меня пошла значит санта-барбара в общем то как в комментариях там уже написали люди но все правильно пишут когда строишь снегоход для себя и вот получается так что что-то приходится переделать по нескольку раз вот то и по десятку раз в общем вот тут наверное комментарии излишны это рычаг передний делается новая из водопроводной трубы 16 то есть эти штуки у меня остаются старые рычаги новые вся беда в том что в том что что я совершил ошибку но я ее ну я не знал что так будет а вот в чем дело окушные рычаги и типа поворотные у них недостаточный угол ход подвески на самом деле большой больше чем до больше чем здесь угол этот градус в итоге получается так что вот так покажу вам что получается вот так их вырывает выгибает на ответе дырка какая здоровая стала и в общем то вот и комментарии излишне значит сейчас рычаг будет сделан по-другому поворотная часть у меня будет из 25 трубы вот основание которое будет ходить вверх-вниз будет из 32 трубы все в таком духе в общем вот так вот а сшивать своего монстра вот так выглядит все это дело ванна у меня есть композита пластик алюминий и будет здесь из черного пластика который не бьется должно получиться примерно так выглядит пластика взял слегка и даже еще останется что уже четверть зашил грубо говоря немножко поснимать после работы вечерком поехал кататься в общем моим весом с моими этими всеми габаритами опять масло выплевывает вот эта беда маленькая отверстие надо будет тоже заняться так неохота лыжи тонут примерно сантиметров на 10 ну максимум 15 то есть если я чуть-чуть наперед даю стою ближе к мотору то где-то руку равновешивается снегоход и все нормально становится допустим только что вот здесь застрял ямища ну глубоченное просто сейчас оба вот я стою снегоход не по пояс вот но это я специально сейчас начал хотел его застрять и засадил все таки в общем если едешь тихонько фух напекался немножко если едешь тихонечко вот он практически не проваливается вот вот гусеница у него то есть она идет вот ведет себя все хорошо все прекрасно как только чуть газку даешь грунтозацеп маленький начинает фрезеровать под себя и жопа углубляется сразу же моментально допустим вот что здесь вот это вот как раз вот так и было сделано то есть чуть-чуть горцанул и все он утонул просто утонул вот чтобы понимали да вот он стоит вот у него сколько тут но я не знаю ну 20 20 ну пускай 25 это с натяжкой даже как бы вот глубина до грубо говоря ямы то что я тут раскопал вот значит аккуратно на нем можно ехать аккуратно тихонько не горцуя хочешь горца ночь были ночь час часу пробираюсь короче вот глубина блин чтобы понимали снегу много в архангельских вот рядом я стою не грубо говоря по тот самый причин дал даже даже поглубже там даже еще немного проваливаться глубина вот я надеюсь видно были выходной никак не поснимать но попробую все-таки чтоб пока со стороны это дело довел почти довел до ума кладочный карбюратор вот поменял там же клёрчик поменял там все дела какой блестящий мотор да вот маслица выплевывает засирает вентиляцию короче она немножко подзамерзает а потом вот такая беда очень надо все делать блин подвесочка пожестче стала разнес немножко амортизаторы подвесочка такая в принципе стала адекватная не шаткая не валкая такая в меру жесткая осталось осталось мне еще вот здесь это все закрыть пока не когда работа отнимает все силы так вот по мере возможности занимаешь как бы ни оказался этот папа называется долгострой но хотя наверно так он и окажется ну тут не хилая ямку то я такую выкупал конечно пытаюсь тут по темноте блин не очень конечно пара ярко светит так она сейчас как-то забраться будет на снегоход обратно как это сделать через заднее проходное отверстие вот так хорошо что нет габашника так бы наверно и не забрался да сейчас поедем потихонечку тяпа главный парочку не потерять так варежка топ все поехали ой-ой-ой нейтралочка 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 так поехали тихонько чуть-чуть погибок побогатим вот еду тихонечко вы же практически не проваливаются это я при том что сейчас вот немножко заднюю часть свой вес тела перенес вот пожалуйста такой пухлячок нормальный вот я уже накатал поехали эти лучше не тонет я чувствую как у меня задняя часть снегохода проваливается немножко так посаживать а вот сейчас дам газу и вот что получается все сразу сразу фрезерую короче все засел свою же свою же яму все опять по пояс на что пойдем поглядим куда я опять закопался опа сумасники в этом году ну опять такая же фигня в общем вот либо сейчас я получается на перерез своей же колее шел и своей же колее и застрял но она была ходом и я постановился одной рукой то неудобно очень если тихонечко то принципе ползет если быстро то слифует грунтозацепа мало надо было хотя бы полярник брать там у него чуть-чуть больше грунтозацеп все сел в снег короче замерзать вот такая вот у меня колымага пока что больше показать нечего кроме того что наверное второй амортизатор сломался первый тоже был самодельник жигулевского сделан и пружины там подбирал короче сели мы вдвоем два кабана у меня стал заниженный снегоход вот так вот 10 сантиметров только-только гусеница торчала короче из-под брызговика сделал другой тоже снова жигулевского блин ну не нравится мне короче пошел магазин купил депровский вот сейчас он у меня новенький там весь такой красивенький холененький лежит короче надо его как-то поставить пока не знаю это меня мотор напрягает нервно надо зажигание свет обратно ставить которые я мастерил прошлом году там на этих ну короче уже это нормальное зажигание вот потому что это что-то ну вообще мне не нравится никак вот заводится неплохо блин что-то не могу я совладать с ним на больших оборотах чихает пыхает блин думал может уже клапана зазоры нет все посмотрелся в норме блин ну карбюратор и ну уже но не могут они все крындить что-то дело в моторе компрессии не мерил конечно но пока я не собираюсь вроде как вот заводится все только свечки вы отрыгивает постепенненько ну ладно хоть на выходных вот я все-таки умудрился переднюю часть сделать устал как собак все поеду в гараж ставится так работает вроде вот неплохо работает ровненько но блин что-то вот не знаю нормальное зажигание ставите все и мозг не компостировать ну вот такой вот он весь чистый весь красивый масло из цапуна летит выплевывает периодически но не могу заметить как он это делает то ли то ли он набирает набирает потом выплевывает либо он постоянно начинает выплевать ну хрен его знает короче короче вот опять чистенький весь такой вот у меня там месяца собирается 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 полная ванна опять снегу теперь уже хрен отсюда чего выберешь защиту делать ну а так так не знаю пока так а где у меня мальтизатор того красавчика вот он вот такой это он и по размеру подходит короче по длине там мощи все еще четко-четко что гляну надо только нагнуться вот ваще просто будет просто будет а то с главное чтобы главное чтобы по жесткости мне себя все понравилось потому что вот здесь допустим уже намного толще стоит а здесь тоньше но но этот какой-то мягкий получается вот этот но потому что я его рукой как бы всем весом тела сжимал а этот вот который днепровский я так не могу сделать вам реально такой твердый конечно получение не жмется почти чуть-чуть конечно китайский можно созерцать это китайское качество были над меня парида как из бани вот он такой говняненький если у нас эти вот эти уши были там литые вместе да со всем этим делом то здесь все из железок сделано так не очень конечно красиво здесь ушка ну ничего пойдет посмотрим сколько походит проходит на следующий снегоход я буду делать на другом движке другой гусеницы потому что мне это совсем не нравится короче снегоход этот недоразумение это вот это вот мое зимнее так сказать занятие хобби он чисто вот по бураночки по неглубокой какой-нибудь там куда-нибудь недалеко по какому-нибудь настяку уже хорошему сложившемуся но жопу негра там куда волки как от не ходят нет конечно на нем не поедешь бы рэпп на снять не позорить для оставить sky думать чтобы рэпп просто не едет умер мотор есть еще один вариант купить купить раму платформу посмотрел посмотрел я на всяких там этих сторонних сервисах в общем принципе у снегоход без мотора купить можно и достаточно дешево достаточно дешево конечно проблем с ним там тоже будет немало начиная от подвески заканчивая там всякими редукторами не знаю если они будут не вот этими мелочами вот этими разболтанными рулями которые я ненавижу просто вот там это все будет это все эти комплектующие стоит космос поэтому но зато можно можно на базе это и уже сделать там что-то интересное а вот так вот у меня получились рулевые тяги эти вершочки у меня прикручены к трубе да вот я говорил здесь у меня основание лыжи сама вот эта вся труба она вставлена туда и здесь прикручена там нарезаны резьбы вот достаточно все это очень даже очень плотно очень хорошо работает с масленками я все там замаслил говорится говнолином прошприцевал очень-очень даже очень-очень руль в какой достаточно информативный получился вот а самое главное что нет лифтов никаких это меня очень радует вот на этом я буду заканчивать больше мне пока вам показать нечего вот так что всем пока есть у меня еще ветерок он не мертвец его надо просто собрать какой-то уже интересный экземплярчики на нем раньше ездил ветерок 12 причем рабочий полностью рабочий снят маховик там я колхозил всякую ерунду с ним вот он сейчас так бедолага умирает все ладно пойду до дому до хаза